итак школьную программу физкультура надо вести самое главное то что сейчас стало нажрело потому что телевизор лучше не включать самообрана девочек на мальчиков расчета нет мальчики у нас становится как-то называется ЛГБТ вот выступал тут ой нет не буду я переходить как прошелся по ним этот президент Лукашенко по этим самым ЛГБТ не буду а что говорить в данном случае представим себе школьный зал физкультурный зал девочки стоят перед ними тренажер занятие первое два пальца на тренажере резиновым они должны пить по глазам пить пить пока это не уйдет привычку пить 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 много занятий чтобы забыли что такое эти самые когти в школах на время забыли потому что это важнее сохранить свою жизнь потом значит работа ногами вот и манекен между ног бам бам 100 раз 200 300 закончится урок и опять бам 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 понятно кстати это для здоровья полезно это же физическое упражнение потом еще несколько упражнений примерно такого типа значит садится кто-то та же девочка ну подросток вот сзади кто-то подходит взрослый это учеба это тренировка обжимает его так шею вот так руками начинает якобы для тушить девочка с улыбкой не напрягается берется за эти мизинцы вот так вот и спокойно освобождается почему я так говорю потому что есть такой прием ну а кто покрепче потом может эти мизинцы же человеку который в 10 раз сильнее может их просто сломать просто сломать это легко потому что они это как веточка а вот слабенькие ой ну и получается следующее значит опять тренировки 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 вот и еще десяток таких объективных приемов ну что иначе сейчас не выжить следующая фотография в общем поняли можно вводить в школу настоящее занятие чтобы если человек получил аттестат зрелости значит он должен уметь себя защитить если раньше хватало мальчиков искал защитника все защитника мальчики перестали быть защитник вот следующее надо приучать детей как 10 лет 9 лет он меня сделал стрелял уже дробью по бутылкам в 10 лет в 11 и наконец сейчас уже это дружье надоело до тошноты очень много беды мальчишки они очень любопытно любознательно а им не подпускают к сейфам близко с оружием но часто довольно часто каждый два знают несколько таких случаев они умудряются попасть на то и дети собрать оружие и якобы постреляют при этом убивают обычно друг друга даже причем-то умудряются убивать потому что в шутку направляют оружие в упор один на другого чтобы этого не случилось вот ребенок мой был настолько любознательный собирали разбирали ружье чистили собирали разбирали чистили год за годом стреляли несколько раз выезжали в тайгу стреляли самое главное было не выбить его плечо ну тут это я уже помогал чтобы плечо не выбить отдачи я брал старые патроны которые послабее и теперь я его не могу заставить ружье взять да то что ты надоел все больше всех не полезет покрасоваться перед такими же мальчиками девочки и никого не застрелить впервые он взял в 9 лет вот эту штуку до сих пор косит зарабатывать деньги 9 лет я до сих пор поверить не могу крепкий мальчишка сейчас ему зимой будет 12 я не верю что все детей надо превышать к такой я сам это от ужаса ходил за ним потом обливался от страха это было но когда ребенок говорит хочу отказывать ему нельзя надо искать компромисс вот этот момент следующее я провожу про детей говорю вы видите голубей наверняка некоторых из них спасены мной с тимошкой как несколько лет назад ему было лет восемь за городом было минус 47 городе 38 39 городе себя греет 38 39 однажды где-то примерно в новогодние праздники однажды я шел по улице и в километр прошел насчитал 6 мертвых голубей меня нервы не выдержали и вот я взял тимошку говорю ему было 6 или 7 лет нет 7 или 8 тимошку пошли спасать голубей вот он проникся мы каждый день покупали по два килограмма любого зерна какой-то и вот и все зима мы кормили голубей не только тут тут еще кто-то кормит не только мы а по дворам куды где в любой двор мы заходили вот так вот ладонь по это берешь сидит голубь на крыше пятого этажа на крыше и видит зерно на ладонь и сразу прилетает а потом летом скалнулся девушка видел это мы спасли вот это надо это тоже воспитание не только пальцами выдавить глаза выбить но и в это тоже воспитание следующий момент я все уложу чё хочу то уложу вот у нас демократия деньги верю знаете как меня было если бы я деньги брал за юбинары с этим с антоном вот меня бы за этим рассказывать за этим вот уже далеко бы послали не всем это нравится давай прилетает мне и так мое изобретение баксонская груша со сдачей каждый раз когда я бью грушу вот это вот привязанная на она вот так спокойно болтается толстая проволока вот и она спокойно болтается я бью грушу она мне в лоб я бью грушу она мне в лоб тогда что получается каждый раз когда я бью у меня сразу голова куда вот туда 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 то есть это мое усовершенствование поэтому еще скажу и для вас и для детей я вам показывал фотографии когда дети бьют фирмы бьют по этой же груши вот обязательно должна висеть дело в том что обычно когда начинают бить первые удары такие слабые самому противно бьешь 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 и тогда только как-то постепенно постепенно кровь приливает энергия приливается к кулаку не с первого удара десятый удар сильнее двадцатый сильнее пятидесятый и потом уже точно тот самый удар но должен быть первой удачи уже если приведет ну через три года ведь ты если 1 не ударил все считаю что ты труп а удар слабый нас постоянно приходится этим заниматься а вот эта груша вот это моя перчатка боксерская я использую как наполнение грушу я бью она мне в лоб и а вы уже инститивно и это постепенно становится чтобы не просто ударил тут же прилетит если его ударил голову убирать вот то есть я предлагаю всем мужикам это самодельная груша обзавестись приходите в отеле говорите мне вот эти тряпочек то миллион обыкновенный мешок только пожестче поверьте он будет твердый плотно не надо туда песку добивать чтобы себе пальцы не переломать не нужен песок не 0 обыкновенной тряпки но не так плотно слигаться что груша получается тяжелая и твердая и плюс вот этот довесок что сверху вот это моя изобретение это называется боксерская груша создачи следующий совет 20 в своей жизни говорил все скажу ребята я бывший специалист по прогрессе безопасность это значит что я знаю статистику я должен каждый ждать высотных домах погибают люди во время пожара статистика не моя она общеизвестна это не секрет 10 трупов выносят из них один сгоревший а 9 серёхоньки люди просто задохнулись на дыма поняли это значит что все кто-то из вас живет меня слушает во всех крупных городах вот так многие живут высотных домах где хотите доставайте об этом должно позабочиться мчс правительство должно выделить деньги даже миллиарды всем кто высотных домах живет до которых трудно добраться пожарную машину вот когда будет перекрыт дымом это спуск вниз когда дом будет обесточен специально обесточен во время пожара лифт не работает спуститься невозможно задохнетесь значит вы одеваете противогаз вот и ваши шансы то есть если одеть противогаз не детская десятка миллиона человек пусть это будет 10 20 тысячи спасенных жизни пусть всего лишь тысячи говорят что смерть этого человека это трагедия а когда смерть тысяч людей статистик я все-таки считаю что каждый из вас кто меня слышит должен где угодно достать купить а правительству я советую который меня не слышит мы че с ним пусть не слышит но я бы посоветовал взять и обеспечить всех жителей высоты этого противогаза бесплатными выбрасывать вряд ли будет зашли пожарники пожарные объяснили посоветовали им еще скажут спасибо простые люди все ну что еще я не мог ночь спать меня трясло от обыкновенной картинки которые видели миллионы людей показала несколько центральных каналов не в это крещение забылили у топливных и не знаю а а предыдущие крещение на глазах у камеры молодая женщина лет 30 прыгнула прорубь и больше никто не видел вот поэтому и нету и не показалось на берегу стояла ребенок возле проруби и плакал это же наша жизнь представляете а я изобретатель особенно таких простых вещей где его ты не надо здесь должно работать другой опыт мой опыт я не тут не могу рассказывать иначе вообще про как я сам спасался как я людей спасал понимаете а здесь просто я не хочу никого подводить но мой родственник пусть дальний на родственник переплывая вот так проток вынеси утонул и было это всего лет 15 назад это была трагедия осталась жена осталось двое детей взял и утонул молодой парень куда мне сравняться со здоровым а я что извините за выражение я уже по-другому я уже не выебываюсь я просто беру это самое говорю дедико это но тут не одна девочка тут их несколько делайте снимок учебный учебный вот я привязан на эту веревку и спокойно купаюсь и тимошка тимошка мне запретил я вам пообещал мне снизу фотографии где он плавает а я уже веревку держу он подрос и стал стесняется страшно как он верит я не стесняюсь я надеюсь это фотографии ну хотя бы несколько жизней спасти хотя бы одну 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 я согласен поменять свою жизнь ночью жизнь вот это очень важный ребят крещенские морозы ухар все страшное бутылку вы заглотовый год на моих глазах это каждый год происходил опять негатив что с собой делать валяться